В эфире новости Дагестан, в студии Зухаралиева. Здравствуйте! И вот о чем мы вам расскажем в этом выпуске. Оценка годовой работы и планы на будущее. В республиканском МЧС подвели итоги деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по СКФО. Кому я должен? Всем спасибо! По такому принципу живут злостные неплательщики за газ в Кайкинском районе. Подробности в выпуске. Современные технологии на практике. Ученики Махачкаринской школы имени Абдулхамида Юсупова успешно прошли курсы 3D-моделирования. Микроавтобус «Мерседес-Бен» столкнулся с грузовиком «КамАЗ» под Волгоградом. Погибли два человека, еще четверо, в том числе семилетний ребенок доставлены в больницу. Авария произошла ночью на автодороге Сызрань-Саратов-Болгоград в Дубовском районе Волгоградской области. Микроавтобус следовал из Дагестана в Казань. Водитель набрал пассажиров по системе поиска попутчиков. В республиканском МЧС подвели итоги работы Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Северокавказского федерального округа. Для этого в Дагестан с рабочим визитом прибыл заместитель министра МЧС России Алексей Серко. Все подробности у Карима Гамаева. Предотвращение сотен ЧС, более тысячи спасенных жизней, отработка совместных действий на учениях и многое другое обсудили на совместной коллегии Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. После церемонии возложения цветов к мемориалу сотрудников МЧС Дагестана, погибших при исполнении служебного долга, собравшиеся перешли к официальной части. Хочу уничтожить в том, что только активная, согласованная совместная работа федеральных, региональных, муниципальных органов власти, главного предупреждения СССР, всех взаимодействующих в ходе власти, а также сверхмассовой информации, позволит достичь максимальной эффективности деятельности с черты на территории Северокавказского федерального округа. Все органы управления и силы предназначены для реагирования на чрезвычайных ситуаций и происшествий. Минимизирует притягивание потерь, достичь главной цели – не запретить гиблию людей. Год предстоит сложный, нелегкий, поэтому задачи, которые мы ставим сегодня перед собой, они должны исполняться, исполняться сразу же, а не ждать, когда поступят в конец следующего года. Поэтому надеюсь на понимание, совместную, плотворную работу. Действовать сообща спасатели и другие службы будут и дальше, но работу в направлении нужно продолжать, отметил Сирко. К примеру, над предотвращением техногенных пожаров, улучшением показателей в работе системы оповещения. В завершении проводилась церемония награждения наиболее отличившихся сотрудников, одним из которых стал лучший добровольный пожарный СКФО, уроженец из Карачаева Черкесской Республики Александр Сосулин. Сфера работы у меня другая, не в МЧС, не в пожарных. Пошел в добровольный пожарный и получил диплом. Добровольный пожарный – это очень гордо, я горжусь этим. В дальнейшем будем развивать еще больше это направление. Ну, с тем, с чем мы сталкиваемся, то есть у нас горная местность, вот, есть свои нюансы в этом, то есть равнина и горы – совсем большая разница. Вот, ситуации бывают всякие. Мы пребываем, как говорится, самые первые. Несмотря на непростую обстановку, обусловленную природными и многими другими факторами, благодаря правильной и своевременной работе экстренных служб удается сохранить жизни многих людей. Ну, я не так давно стал курировать Северо-Кавказский федеральный округ. Но скажу так, что по итогам всех докладов, ну, во-первых, намного лучше на сегодняшний день обстоит обстановка. Вот, у нас было и меньше чрезвычайных ситуаций, ну, и реагирование на те, что были, были на очень высоком уровне, все были ликвидированы на почти 10% сниженной гибели людей. Это хороший показатель, будем стремиться к нулю. И очень надеемся, что когда-нибудь нам удастся этого достичь. Подготовка сил РСЧС на сегодняшний день также на высоком уровне. Мы обсудили, проговорили задачи на 23-й год. Есть над чем работать, и работы много. Но я уверен, что все вместе мы эту работу выполним. И безопасность людей в целом в Северо-Кавказском округе, ну, естественно, в Республике Дагестан будет обеспечена. Ну, а главное, налицо большие показатели в Республике Дагестан. Идут стройки, строятся новые объекты, построены два пожарных депо, пожарно-спасательная станция. То есть, я очень приятно удивлен итогами, посмотрел, как здесь все сделано. У вас очень хороший цукс. То есть, все условия для работы созданы, условия совершенствуются, улучшаются. И поэтому граждане и население Дагестана будут спокойны. Рабочий визит заместителя главы МЧС России продлится еще несколько дней. Карим Гамаев, Магомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. Теперь сумма, на которую сможет прожить месяц среднестатистический дагестанец в Республике составляет 13 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр Дагестана Абду Муслимов, Абду Муслимов. Индексация прожиточного минимума составила 414 рублей. Размер прожиточного минимума учитывают при начислении соцвыплат. Однако поможет ли это махачкалинцам, приобретающим жилье? Речь идет о вторичке, которая в столице стоит теперь на 34% дороже. Согласно исследованиям федерального портала МирКвартир, столица Дагестана вошла в тройку городов, где за этот год стремительно выросли цены квартир на вторичном рынке. Об этом сообщается в издании ТАСС. Специалисты провели мониторинг рынка вторичной недвижимости в крупных городах страны с населением более 300 тысяч человек. В среднем по России за год квадрат подорожал на 16,2% и стоимость его составила 96 тысяч рублей. Сотрудники «Газпрома» провели рейд в Каякенском районе республики. Должникам были предварительно разосланы уведомления и их предупреждали об отключениях. Однако это подействовало не на всех. Подробности в сюжете по тему от Ханаповой. Долги в десятки, а то и в сотни тысяч. В селе Каякент более 150 хозяйств в списке злостных неплательщиков. Люди не погашают задолженности годами. И это несмотря на то, что сотрудники «Газпром» не единожды предупреждали владельцев домов, что такое бездействие чревато отключением от голубого топлива. Из этого списка мы отработали 100 абонентов на сегодняшний день. Частично из этих абонентов оплачивают. Ведем с абонентами психологическую работу. Чтобы газ не отключали, должникам необходимо выплатить хотя бы 30% от суммы. Многие выплачивают, но есть и те, кто упрямо стоит на своем. Таких абонентов приходится лишать голубого топлива согласно законодательству. Мы недавно были в одном селе, называется Мамау. Я хотел бы сказать людям, кто имеет газ, чтобы они поинтересовались у тех людей, которые не имеют газ. Я там сам лично с людьми общался, как-то заехал туда сам для себя. И там люди мечтают, чтобы у них был газ, и мечтают оплачивать за газ. Они оплачивают 25 тысяч рублей за каждую машину, и эта одна машина им не хватает на зиму. И плюс, помимо того, что эти дрова у них заканчиваются, этот человек ежедневно должен ночью через каждые 2 часа вставать и дрова закидывать, и пользуются. И они не понимают того блага, что у них сейчас есть. Пользуются огромные дома и пользуются газом, и не оплачивают даже. И есть люди, которые даже и не думают оплачивать, пока их не отрежешь, пока их не потревожишь. Специалисты говорят, проблема больших долгов зачастую в том, что люди упускают срок госпроверки счетчика, после чего начисления идут не по объему потребления, а по нормативу, то есть по квадратуре. По истечении срока госпроверки абонент автоматически переводится на нормативное начисление. Но вот абонент этого не хотят признавать. Введем психологическую работу, чтобы объяснить абонентам, чтобы они по нашему предпоследствию сняли счетчики, госпроверили. Так вышла и сумма к сумму Радовой. У женщин накопился долг в 400 тысяч рублей. Она и не подозревала, что начисления за потребление газа шли уже по квадратуре. Сегодня наша задача для вас объяснить. У меня же установлен шотчик, у меня нормально работает. Нет, у вас закончится срок госпроверки, который заводом установлен, заводом не мы. Завод установлен срок госпроверки. Если вы сегодня напишите заявление, вы можете оплачивать по шотчику, у вас этих квадратур не будет. Давайте я напишу. Давайте, коллеги. Монтаж-демонтаж коллеги подключится, а сумма, как теперь будет, у нее сумма огромная, перевести по факту, что у нее есть. Нет, нет, они назад перевели квадрат. Да, да, смотрите, они сейчас вам сделают инвентаризацию. Мы хотим вам помочь. Помогите, пожалуйста. Когда к вам приходит газовик, вы должны наоборот воспользоваться тем, что он к вам пришел. Сказать, у меня такая ситуация, давайте это поправьте, исправьте. Они с удовольствием это сделают. Наша задача сегодня сотрудников компании «Газпромежи-Гонгаз-Махачкала» не применить какие-то карательные меры. Мы просто до них хотим донести о необходимости оплачивать за потребление газ. За потребленный газ. Мы не просим лишних денег, мы не просим, чтобы они там что-то сделали невозможное. Оплачивать согласно показаниям приворочатых газа – это первое. Второе – следить за сроком госповерки приворочатых газа. И третье – допускать специалистов к газовому оборудованию. Все, что сегодня мы проводим в мероприятии, вот сегодня сколько абонентов попросили, чтобы оплатили за газ, для того, чтобы их не отключать. Я думаю, что люди должны понимать наши мероприятия. Но если злостный не платеж, конечно, будем отключать. Рейты по улучшению платежной дисциплины, отмечают специалисты, будут продолжены. Кроме того, они напоминают абонентам, что без очередей комиссии оплачивать за потребленный газ можно через личный кабинет компании «Газпром Межрегионгаз Махачкала» или приложений «Мойгаз». При оплате же в банках и в других платежных организациях может взиматься комиссия, размер которой этими организациями устанавливается самостоятельно. По тематам Анапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Каякенский район. Ученики Махачкалинской школы имени Абдулхамида Юсупова успешно прошли курсы 3D-моделирования. С детьми работали специалисты из Санкт-Петербурга. Ребята за время обучения познакомились с новыми технологиями и на практике изготовили уникальные фигуры. Мероприятие было направлено на обучение детей АЗАМ 3D-моделирования в профильных программах, которые используются в том числе на заводе. Все это нужно в рамках базовой, основной инженерной подготовки, чтобы детишки понимали, что такое инженер, кто это такой, как он работает, с каком инструментом. И эти навыки мы считаем очень полезны не только в инженерных дисциплинах, но и в принципе в быту можно помогать родителям. Я и сам иногда этими вещами пользуюсь. 3D-моделирование, робототехника – это сегодня одни из наиболее востребованных детьми и их родителями направлений. Почему? Потому что современная жизнь вообще невозможна без целого ряда технических устройств. И обладение ими, тем более на таком уровне, когда речь идет об использовании специальных программ, конечно, это повышает и общее развитие школьников, расширяет его, и повышает их знания в точных науках. Математика, физика, информатика – все это вместе воплощается в обладении умениями, навыками в области 3D-моделирования. По завершении курсов руководство школы и почетные гости наградили учеников сертификатами, медалями и памятными подарками. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Популяризация инновационных технологий». Его руководитель Зайнузин Расулов также подарил школе 3D-принтер и компьютер для дальнейшей работы. Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди посетили спортсмены, победители и призеры мирового первенства по грэплингу. Напомним, на чемпионате мира также отличились студенты и выпускники Дагестанского исламского университета. Шейх Ахмада Афанди поздравил спортсменов с успешным выступлением, а также обратился к ним с ценными наставлениями. В первую очередь, спортсменам я каждый раз говорю, не надо думать, что ты самый сильный. На всю волю Всевышнего нужно полагаться на Всевышнего. И после того, как выиграли на ковре, делать какие-то крики, я считаю, не наш принцип. Сказать, ахамду лиллах, я думаю, это достаточно. И не надо думать, что только выигрыши успех. Бывают случаи, которые мы не знаем, проиграл в этом проигрыше наш успех. Сегодня мы вместе со спортсменами посетили нашего муфтия, шейха Ахмада Афанди Абдулаева. Также наш муфтий поздравил нас с успешным выступлением на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в городе Санкт-Петербург и нашей команды грэпплинга в Казахстане, в городе Нур-Султан. Поздравления, теплые слова и пожелания продолжились в одном из заведений Махачкалы, где также чествовали грэпплеров из клуба Universal Fighters. На прошлой неделе спортсмены отличились сразу на двух крупных международных турнирах. За плечами месяцы тренировок, сгонка веса и тяжелые схватки. Теперь все это позади. Пришло время отметить победы, пообщаться и вспомнить, как все было. Новый успех грэпплеров стал хорошим поводом для встречи и подведения итогов за 2020 год. После соревнований мы с призерами и участниками данных соревнований решили собраться, поговорить, обсудить, посередине неформальной обстановки, подвести какие-то итоги, поделиться мыслями, немножко, как сказать, отдохнуть от ковра, от зала, в такой обстановке поговорить. Такие мероприятия однозначно сплачивают, потому что постоянно видишься только в зале, например, и это немножко однообразие. И когда ты видишься вне ковра, вне тренировочного зала, вне соревнований, это ребята еще больше друг с другом дружат, братство укрепляется. На турнире в Казахстане грэпплеры Universal Fighters выиграли командный турнир среди ведущих клубов Евразии. А в Санкт-Петербурге на чемпионате мира по джиу-джису среди детей и взрослых спортсмены завоевали свыше 140 медалей. Больше половины из них золотые. В адрес триумфаторов в этот вечер звучало много теплых слов и пожеланий. Вот таким составом полным мы уже лет пять точно не уезжали. И вот сейчас, получается, мы собрали максимально, укомплектовали команду, максимально все были ребята, которые уже имеют за плечами огромный опыт. А насчет поездок, блин, когда мы с толпой собираемся, именно те, да, ребята старые, которые давно уже выступают, у нас там мы даже, можно сказать, немного о соревнованиях забываем, у нас там начинается, там, вспоминаем поездки старые, там, общение какое-то, и как-то психологически бывает легко. Потому что нет такого напряжения и постоянно мыслях, что завтра турнир, надо побороться, тогда мы, блин, ну, отвлекаемся, короче. В финале мы боролся с соперником из клуба «Агат» с Агаширином Артуром. И мы с ним не раз встречались. Это очень сильный оппонент, очень хороший оппонент. С ним всегда у нас, получается, очень тяжелые схватки. Мы с ним боролись три раунда. И в третьем раунде мне удалось одержать досрочную победу. Эта победа нас всех объединила. Надеюсь, и в дальнейшем будут проводить такие турниры, такие хорошие, с такими призами. И хотел поблагодарить своих тренеров, Адилла Абдужалила, Адил Герева Шарудина и весь тренерский штаб «Юниверсов Файтерс». Таковы новости к этому часу. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова